итак мы продолжаем олеся привет а знаете что я думаю если я проиграю 50 на 50 на сигну то даже высока вероятность того что я сам возможно попробую акулу на вкус вот заметьте меня наконец и ответь туру ты ведь не бросишь хср а зачем бросать хср ну типа пока в косы и делать нечего нету патча вот я каплю круточки у наша скоро выходит об нового геншине потом об нового хср это что тут как бы все по порядку а вообще я хочу открыть уже наконец-то без ну я хочу я хочу полутать гемы подождите нет прям вообще другой режим какой-то лад ты же моя прелесть привет долго пришлось мне долго пришлось меня ждать или да все нормально я как раз тестировала веры гром ты захотела сегодня встретиться в ассоциации чтобы попробовать эту игру нет а просто воик всего три буквы легко печатать а без ну ты сегодня уже откроешь опа опа значит мы наверное закроем один класт бела бога и пойдем в бездну и правда рубин где этих твоих носят я уже проголодалась при хулиганка привет где столько лет-то пола ну не виделись эдак год плюс-минус так ладно поехали а подождите у нас открылся фарм ресурсов я так понимаю на возвышение все такое так но похоже был очень способный игрок да 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 это она так это она на таком случае позвольте рассказать вам правилах экспертного вызова да это она вы можете бросить вызовом вызов следующим противником это боссы для возвышения персонажей и прокачки навыков для начала взглянем на популярного противника дюла хана он же если что серебряный клык их предводитель здесь показано базовая информация ой слабость ко льду кроме того да понятно я понял у меня смолы нет у меня нет смолы сейчас бегема туда тратить окей на боссы есть малы нет экспертный вызов точно стоит попробовать у него сложность на высоте но нет смолы в бою можно получать размерные данные от врагов ровер спасибо огромное за сапки еще подарочные спасибо большое нас будут учить прокачивать навыки снова мех которую напомнишь когда-то я хотела хср а теперь помнить когда ты хотела хср а когда ты его полюбила ну так он на своем роде шикарен геншин геншин тоже хорошая игра согласитесь но со временем она настолько заебывает лазить по этим горам саным ради сундука за пять гемов ну блин мне хср нравится вот просто своей как бы он вообще не живет твое время вообще ты просто заходишь ты сливаешь смолу и как бы бега ты закрыл все дырики ну это появится и в геншине сейчас да безусловно но по-прежнему я хочу напомнить как бы в ген в хср нам компенсируют отсутствие открытого мира знаете чем нам на старте подвозят и винтик на котором нам дают 1600 гемов ну нам дают просто 10 кру тогда это 1600 гемов ты в кс и их получаешь просто в геншине ты должен тратить ебать сколько своего времени чтобы просто локацию зачистить и открыть там сундучки за которые ты получишь те же гемы абсолютно и это бич игр с открытым миром мир красивый мир прекрасный ну а когда люди немножко подарок когда ты учишься в школе это хорошо у тебя куча свободного времени но когда ты немножко подрастаешь этого времени становится меньше и ты начинаешь его очень сильно ценить вот и ты такой я буду все булочная станция sunrise смысле смысле я всегда это говорил ну вот вот не ну пошаговые мной а кстати name ладно давайте это проскидываем я вам про пошаговые расскажу короче штука в чем еще в пошаговых боях и у нас недавно как раз таки под файт был в этом а пока а мы там щеликом закусились на тему популярности вообще хсера и геншина вот и мне в аргумент было предъявлено то что у геншина онлайн намного больше чем у хсера но как бы у хсера больше доход о чем это говорит это говорит как раз таки об аудитории ну типа ее возрасте это прям явно указывает на то что аудитория которая играет в хср она более платежеспособна потому что современные молодежи ну именно прям молодежи это там не 15 лет хорошо в 15 лет ты еще можешь как-то пошаговые бои играть все все ну вот прям молодежь молодежь которым там лет 10 11 они вот эту боевку они вообще не понимают им дайте где там полосить дайте чё потыкать вот они это не поймут на вот уже чуть более взрослая аудитория они как бы могут это все понять да смысле понять они были переросли на этом они они просто на этом выросли я вырос на пошаговой боевке вот мне привыкать не пришлось вообще где вон в геншине один раз попробовал больниц когда в очереди сидел закрыть билики это был единственный раз когда я это сделал один мне тоже нравится ползать в открытом мире и мне вообще-то нужно до 40 так это другое немного и лишь понимаешь в чем дело смотри нравится ползать мне тоже нравится да но мы говорим не о нравится не нравится а мы сейчас говорим о эффективности этого лазанья мы сейчас говорим что игра с пошаговой боевкой дает тебе комикс компенсацию вот этих круток да они передают а в геншине ты обязан потратить очень много часов своего времени чтобы получить тоже самое а вот это немного разное мне тоже нравится открытый мир геншина мне тоже нравится там ходить бродить он красивый он ебать какой красивый ты ходишь просто и радуешься там красивое освещение красивые закаты восходы красивая вода ты любуешься но когда ты осознаешь что тебе нужно залутать еще сотку сундуков чтобы получить то что дают к серия я просто лажу не ради гемов да 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 вот 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 мы об этом как бы и говорим а вот она здравая позиция но просто люди которые еще не люди наверно подождите а дети это люди ладно люди дети не могут донатить хотя это справедливо дети не могут донатить но у них много свободного времени поэтому они могут закрыть потом позволит тебе закрыть локации там на сто процентов из этого мы поняли что фокс это маленький ребенок у которого очень много свободного времени и он может его тратить для бедный фокс дети люди да не я очень люблю геншин ну его открытый мир он очень красивый но рот я топтал просто сидеть там пять часов пересосит локацию чтобы залутать 3 крутки 4 крутки 5 круток ну это прям гг такое мне не нравится хср я не знаю зачем вообще типа это сравниваем потому что они вот прям настолько идеально сделали что каждый человек может найти игру под себя вот прям они идеально пошли этим путем ну а я мышь мне нужно во все играть вот так ладно погнали закрывать наверное белобок и может там бездна вот их пойду на твой старый стрим у 117 хцр а это не так страшно как 117 геншина которая была наверное двадцать первом году вайс привет где был в такую рань значит в ярой игре вышли новые уровни да но без смолы я слышала что раньше данные симуляции таких опасных и фериалов использовались только внутренними экспертами похоже что ассоциация нежели не жалеет средства на набор новых специалистов да в общем если кто-то из наших агентов захочет улучшить способности всех нужно ввести туда вайс какие у тебя планы на сегодня поспать и закрыть квас белобога да можно выполнить несколько заказов прокси оповещение системой hdd получена информация подходящих заказах ага надеюсь боевых дай-ка взглянуть здесь полно подходящих поручений вайс выберешь чего-нибудь боевые о бой исследования город пушистые работы в город в город города не пишите мне кто-то ты чудовище венера а ладно венере можно ну что ну что моя блестящая звездочка включаем без заказов если тебя что-то нетет не держи в себе расскажи заказы давай подождите откуда откуда эта фраза и интонация заказы давай это же из какого-то мема из какого это откуда-то блин сейчас мы вспомнить но я старый с памятью проблемы и как бы это сложно папу 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 а подождите ой бля я вспомнил от нет это не мема я молчать буду лучше бля похожая фраза была в похожей интонации в треке инста самки дождь и мой разу быка за рога немного прямолинейно и простодушно но мне такой стиль по душе я отправила тебе информацию заказе по интернету а если понадобится помощи буду ждать тебя в кофейне бой берем берем еще один бой берем все погнали погнали боевые закроем вот прям надо дам аж две штуки период никаких проблем блядская инста самка зачем у меня в голове вообще эта информация зачем ладно это слишком сложно это слишком плохо и я понимаю конечно что у них щиты там и все такое но можно урон подъедет как бы по этим ребятам да вот он урон его сотова роль а вы тоже видите урон пока куда я вижу мне становится от этого грустно он слишком огромный да 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 10 круток но по моему стандартах но дам будет и я этому рада мне там 20 с хвостиком нужно дом гаранта поэтому я надеюсь на река он хотя нет я наверное да в юзи в юзи да 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 так не отдай сигнуто мне и лентовые бы далее дадутся нам стандартные мне там тоже 30 по моему 4 нужно до сигна ладно за что акула по лицу и получила да схема их так много для озвучка озвучка эллим она просто шикарно там 5 300 было и держать курсе а можно бота какого-то я ульту копил как бы да похоже босс будет уже не так плохо блин этот хвостик я влюбился в этот хвостик так это типа боссик погнали да я собирался ее и плать но потом вышла отзывая промо-роликов победе я я все они мне и просто видосами они просто продали мне идет видосиками ну как бы и я ничуть не жалею что так произошло ну да акулю мне продали ее видосиками да я вообще ничуть не капельки на об этом не жалею ну потому что в моих глазах она выглядит как бы довольно уникальным а вот так это понятно у нас открылась одна круточка до 34 что ты я даже сказал не она не она ребят не она и близко не она кстати сегодня узнала что на акулке это и басу и девочки с большим мечом из хсера которую мы будем выбивать один цию а это которая блин подождите она охота идея разрушения эта девочка она же в следующем патча по мне прям очень-очень офис разрушения он мне охренеть как нравится bdsm интонация акулки вот именно вот эта интонация когда в ульте прокает нужная интонация это они мне этим они этим мне породали акулку это реть нечестно нельзя ну типа игроки геншина игроки хсера этого быть не должно нам просто взяли выкатили по моему два лорных ролика ее а ее повседневной жизни потом выкатили ее музыкальный клип или такой сидишь типа а чего делать с этой новой ну типа кроме как крутить вот я вообще х за меня прям подкупили свина и это нечестно а время еще не пришло подождите до утра мне никого не выкатывать живут пока не еще не знаю хоть шпинат блин пишет был прям твоим человеком вот кем ты стал ты ты даже акулю акулю не любишь кто ты после этого то как вот как и ты это говорит нет человек который сбрасывал мне хентай с акулой ты бреди еще будешь мне говорить тебе что тебе не нравится акула ты тебя нет права голоса в этом чате после этого ты должен крутить акулу нет демон тесы ты ошибаешься я видел то чего вы не видели он должен крутить акулу после того что он не сделал кстати девочка и заняться у меня пробитает даме тут логично потому что он у меня круто питает и то если я получу сигнал потом я скорее всего буду копить на ябе сомневаюсь вот флаг и тут я сомневаюсь сильно сомневаюсь миаби вроде через пару патчи да я знаю что она про через пару патчи тут вопросов в другом блин умея би есть определенная проблема как персонажа прям я вижу эту проблему она прям ребят проблема проблема миаби девочка которая не может излагает там правильно свои мысли хорошо архетип такой даже есть у меня травму после луф с всем кто крутил ночью хотя мне бы его тоже покрутить он долго полезен короче у нас есть миаби да условно как бы описать то чем я недоволен конкретно миаби привет вайс как прошел день чая пишу немного устал плеча сегодня за день ебать как он я сегодня весь участок косил ёбаным триммером потому что трава выросла а на улице было порез 34 вот мне язык заплетается уже от этого не перетруждайся вайс иногда лучше позволить тебе более расслабленный график согласен не забывая балансе работы и отдыха кофе привет кстати если мы скоро выполним заказ белоблога и получим оставшуюся оплату в этом месяце нам придется куда легче так ок докуда добежал белоблог два первых класса моя психика пытается их обработать ну вот это если очень коротко я пытаюсь до сих пор жаль что он до сих пор сюк бы жаль что до сих пор нет никаких вестей о третьей пропавшей машине это же копер да интересно что за трудный ребенок этот копер надеюсь а случай не слишком сложный в общем давай сегодня отдохнем как только появятся новости от белоблога от белоблога времени на это может и не остаться уявляя вам сейчас расскажу к на ночи вайс пока на ночи быть а короче ебаная зюзя я вчера чем вам расскажу вот эту херню я думаю у многих бывает любовью братуха да это я прошел любую любовь прошел вчера братуху мы прошли сегодня короче нам ведь рассказывали о том что пропала какая-то машина грей грейфер и какая-то штука которая чего-то там роет да в итоге вчера ночью не знаю почему видимо потому что ой бля я начал гуглить как вообще эти машины работают вот я а так не ли не там не машина которая роет там была штука про проходческую машину я об этом жизни никогда ничего не слышал ну вот ну и мне стало интересно чё кого и блять куда я начал гуглить что же такое проходческая машина оказывается проходческая машина это проходческий щит это херня которая роет под это это хель которая роет тоннели для метро для канализации для всего она может быть в длину несколько сотен метров и короче я очень круглый бур это не вернее это и близко не круглый бур это прям ух это настолько охеренная штука это завод который едет просто в тоннеле и передвигается как блять человеческая многоножка да 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 вот вот непонятно что это фэнтези мне просто стал интересного чего это за штука и я пошел гуглить и пошел на ю тубе смотреть что это такое я просто пол ночи блять сидел с едой и смотрел как работают эти проходческие щиты сначала я смотрел какие они бывают вот потом я смотрел как они работают и как они именно прокладывают путь потом я смотрел видосы о заброшенных линиях метро а заброшенных блин подождите у штуковин которая типа как бы канализация копается шахту в этой штуке есть свое название какое-то вот но я его забыл вот эти штуки даже свое время забрасывались вот я короче пошел смотреть на ю тубе и там ребята там канал какой-то прям по моему подземная москва вроде так называется они прям ползали по этим заброшенным тоннелям там сотни сотни метров километров доходили до вот этого щита проходческого который прям был заброшен танк в каких-то годах а с чего все бред началось то казалось бы да как все играть да как бы надо бы меня настолько накрыла я настолько осознал что я ничего не знаю не я просто если вижу что я чуть не понимаю я обычно это пытаюсь понять что вообще происходит а тут она вон чего так ладно погнали поспим и у нас там белобог вроде как ждет поехали а что а на диване ты чувствительный не хотя смотрят чему ну типа ест у меня и уебать горячим ключом то я почувствую поэтому я чувствительный а так целом нет так ладно диван вроде бы испарись на ису это же твоя учетная запись исследователи хорошо что у меня теперь есть твой контакт рей это его нулевой каверны ну там на драме на печальки на эпике ух да 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 это наверное не чувствительный это наверное правильное было бы называть эмоциональным да я типа испытываю эмоции причем очень ярко но я их конечно же не выражаю это уже другой вопрос но у меня прям до в анимках и в играх подобные моменты прям она она так а ты кто подождите но это же рэй это нулевая каверна яры из института у вас white star мы работали вместе на посту скотт ты правда не помнишь или прикидываешься даже если прикидываешься не это тебе не поможет у меня для тебя новая работа скажите что это бездна но у меня уже есть работа да у меня уже есть работа мне теперь во вторую смену работать что ли так в нью эриду никуда не убежишь от трех вещей смерти каверн и работаем же за ребят да такого талантливого партнера надо использовать по максимуму как будет время приходи на пост скотт лучше обсудить все при личной встречи так ребят кто помнит это она так ok идем ладно сначала попрошу рей подтвердить информацию это бездна кто это проходил кто она бездна ок а значит мне шок наверное у меня на этой главе 2 слезы текли у меня короче это иногда бывают проблемы с озвучкой диалогов потому что я такой знает серии человек прям немножко это называется наверное сентиментальный вот меня моменты очень многие именно в сюжетах подобные штуки они прям трогают с другой стороны если бы я не озвучивал все эти диалоги и прочее прочее это бы меня не так вообще задевала вот но когда ты озвучиваешь прям все эти диалоги когда ты их ну ими проникаешься ты их прочувствовал прям вов у меня было такое в х серия но не на пинаконе и по моему я даже не могу припомнить момент когда в последний раз меня прямо накрывала знатно прям да я тоже читаю слух огонь да 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 и понимаешь вот пинакония нет в пинаконе а для ребят я вспомнил когда меня в последний раз прям накрыла настолько что мне было охереть как сложно озвучивать даже диалоги мнение не сражение с какого ли это было пока ларс это был фонтейн это была казнь это была казнь rp нажми не 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 мы с вами живем конечно немножко фэнтези но не настолько есть машина так что едем по моему вот этот момент мне прям охренеть как было сложно проходить кто-то неподалеку говорит громким и четким голосом стал столовка должна быть север где-то здесь до сакаку зайка ты моя боже выборе мне c5 c6 пожалуйста а есть хочу я наги говорила что столовка где-то здесь и где ах да она сказала нужно поговорить с каким-то роландом наверное с офицером роландом кто знает трек подождите там дональд мой макдональд иди рональд мой макдональд блять трек конечно не советую но те кто смотрят хоть каких-то стримеров они должны знать этот трек там рональд или дональд по моему рональд трек не рекомендую никому не советую но мне там и общего развития ты уже был в песням вроде на калибровке не 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 он он там а если хочешь перекусить там нужно повернуть направо а подожди ты что только пришла и сразу в столовку ну конечно в столовку подкрепиться самое важное чат кто из вас сакаку я сакаку типа да я точно сакаку влафера привет впервые слышу что у нас макдональд счастливый ты человек брен ты такая счастливая девушка бренд 2 of не слушай не ищи не гугли вот это дача готовься но мы в любом случае нужно сделать небольшой перерывчик будет а мы туда пойдем не в эфир забудь если ты этого не слышал не слышала при дни слушай не надо так будет лучше разве не важнее сначала заняться делами нет нет так я понимаю это у нас как раз кино трек так называется по ходу до рональд рональд мой макдональд ой более тупо вот тебе но точно не нужно поверьте это треки из разряда тех которые ставят стримером и чтобы они страдали и те кто их смотрит они страдают тоже и вот тут вот это вот все так ребят ладно а здесь ранейцы странные они всюду странных так трек конечно беда ты послушала не надо так ладно ребят самое временном сделать небольшой перерыв пять минут у меня закончилась чай чай это она ладно будем считать так в общем пять минут и мы продолжим